С таким явлением, как боль, сталкивался каждый из нас. И первое, что любой человек делает, когда ощущает первую боль, его рука тянется к месту боли. Вот в этом и природа боли. Какой бы мы ни называли причина боли, главная причина боли – это нарушение притока свежей крови к месту. Либо травмы – вы стукнулись, возникла боль. Либо повреждению – вы оцарапались, возникла боль. Это действие кислоты, то есть застойной зоны, действие на рецепторы, нанорецепторы, которые у нас находятся везде, в периферических наших тканях, в каждом межклеточном пространстве, это действие на рецепторы боли, возникает вот эту болевую цепочку. Исходя из определения боли, что это кислота, действующая на рецепторы боли, мы с вами и должны убирать любые виды боли, какие бы у нас ни были, с помощью доставки свежей крови к месту проблемы. Что же мы должны делать? Чаще всего у нас боли возникают в животе. Какой маленький ребенок не знал боль в животе? Что мы говорим в таком случае? Ложись, мы тебе сейчас помассажируем животик, и боль уйдет. Сходи в туалет, у нас уменьшится напряжение кишечника, и боль пройдет. Итак, мы должны с вами знать, всякая боль, идущая она из живота, всякая боль, которая у нас находится в мозге, это ишемия тканей, это застой тканей, поэтому рука и тянется убрать застой, и действительно, немножко поработав ручкой по кожной поверхности, мы с вами вдруг убираем боль. Как убирать боль внутренних органов? Какие внутренние органы? Сердечная боль, с чем она связана? С нарушением положения сердечной оси. То есть опять застой. Мы говорим, любая ишемия, любой застой, это накопление кислоты в тканях, которое и будет у нас дальше давать нам постоянные болевые ощущения, боли в коленах. Это практически то, что известно каждому человеку. Поэтому, начиная от маленького моего пациента до самого пожилого, мы начинаем вопрос, где у тебя болит? Маленький ребенок обычно отвечает нам так, что у него болит левая ножка в колене, и у него болит правая половинка головы. За мой 40-летний стаж работы, эти симптомы, болевые симптомы, так и не изменились. Качество боли осталось таким же, как было 40 лет назад. Боль, она и в Африке боль. Она застойная зона, или зона ишемии, или зона застоя венозной крови действия в виде кислоты на рецепторе боли. Поэтому и убирать мы ее будем, боль, с помощью массажа, растирания и замены кислоты на щелочь. Любыми упражнениями мы с вами можем убрать боль, конечно, потому что за счет упражнений у нас идет прилив свежей крови к органам и тканям. Поэтому лежа на диване артрозы, артрит не вылечить. Вы видите меня во многих постах, я показываю упражнения и рассказываю. Так хотелось верить в сказку, что без усилий все пройдет, и таблетка-то найдется, что все проблемы уберет. Но таблетка не может попасть в орган, который не кровоснабжается, который нам сигнализирует болью, что там застой. Значит, для того, чтобы у нас в коленку что-то попало, мы должны с вами коленку, по крайней мере, потереть. Такой вывод и сделали выдающиеся ученые. А что его делать, если каждый человек в практике это уже испытывал? И сейчас я вам предложу тактику, которая помогает у нас убрать любые виды боли за счет нейтрализации кислоты снаружи. Мы же с вами даже снаружи через нервные окончания кожи можем изменить капиллярный кровоток периферических капилляров на щелочной, если там застойная зона. И тогда боль во внутренних органах уменьшится. Поэтому испокон веков и применяли содовые ванны, солевые ванны. Все это щелочь, которая действует на рецепторы боли. Я вам предлагаю препараты виватона, препараты щелочных трав, которые в виде раствора, либо в виде пасты, помогают у нас нейтрализовать боль. Поэтому если вы хотите получить быстрый эффект, сначала вы растираете место боли, независимо это внутри, у вас происходит, голова заболела, по лимфатическим линиям вы растираете зону ключицы, растираете зону шеи, я многократно об этом рассказываю, и непосредственно работаете с самой головой. Вот и уходит головная боль. Но вы устраняете главную причину боли. Если мы убираем приливом свежей крови артериальной, которая щелочная, венозный застой, мы не разрушаем организм. Принимая лекарственный препарат, иногда это необходимо сделать, потому что боли бывают очень сильными, но их надо прежде всего не допускать, вы просто убираете следствие, а разрушение в организме продолжается. Поэтому мы говорим, при первом появлении болевого ощущения, будь это в любой точке органа, будь это во внутренних органах, ваша задача обеспечить прилив свежей крови. Диафрагмальное дыхание, о котором я говорю, позволяет у нас убрать любые боли в животе, любые боли в суставах, любые боли в позвоночнике и любые боли в моче-половых органов. Потому что мы убираем движение мышц, создаем с вами устранение застойных зон на слизистой желудочно-кишечного тракта. И поэтому, если у вас есть проблема либо ног, либо у вас проблема гинекологических органов, либо проблема урологических органов, либо проблема легких и сердца, мы с вами говорим, боль надо убрать прежде всего в желудочно-кишечном тракте. Какие препараты легко применить, какие препараты уже доказали свою эффективность, это препараты, которые мы относим к группе Виватон, щелочные травы, которые собраны в экстракт. Экстракт до применения необходимо отстоять хотя бы сутки для того, чтобы нашатырный спирт выветрился. Но почему травы настойны на нашатырном спирте? Именно нашатырный спирт, как регулятор сосуда двигательного центра, позволяет травам щелочным, которые у нас PH12 экстракта Виватона, а боль возникает при PH4-5. Поэтому мы говорим, пока у нас есть закисление внутренних сред, мы применяя наружно препараты, которые имеют высокое PH по щелочности, нейтрализуем кислоту, значит, вбивая в Виватон, мы с вами получаем нейтрализацию застойных закисленных зон, в которых и происходит дегенеративно-дистрофические изменения наших внутренних тканей. Если мы не хотим, чтобы разрушился орган, наша задача не выпить таблетку, чтобы подавить боль, наша задача с вами не допустить разрушения органа, который только сейчас нам с вами доложил, что сейчас ему плохо, он находится в застойном состоянии. Препараты, которые мы можем применять ежедневно, это препараты Виватона в виде паст, препараты Виватона в виде желе, в виде косметических препаратов, нанесение щелочи на любую поверхность, которая болит, проводя это с помощью капиллярного массажа, позволяет избавиться от боли и предотвратить дегенеративно-дистрофические изменения в организме. У нас есть уникальный целитель боли, это пиявка. И опять что сделает пиявка? Пиявка у нас уберет застойную зону, она восстановит капиллярный кровоток, не даст разрушаться органу, который сейчас нам просигнализировал болью. И мы восстановим структуру той ткани, не нарушим ее, а восстановим. Либо действие кислоты настолько агрессивно, что за неделю заболевание дегенеративно-дистрофическое может привести к трагедию. Так нарушается кровоснабжение костных тканей, любая боль в костной ткани, это показатель застоя костной ткани. Значит мы обязаны отработать это наружно, для того, чтобы предотвратить боль во внутренних органах, а эта боль всегда связана со слизистыми желудочно-кишечного тракта, ибо желудочно-кишечный тракт это самая агрессивная среда в нашем организме, мы обязаны с вами поставить свечи, имеющие щелочное PH. То есть опять мы нейтрализуем. И тогда не происходит деструктивное изменение на слизистой. Язвочки, эрозии в щелочной среде закрываются, потому что щелочная среда регулирует у нас с вами количество микроорганизмов. За счет устранения боли с помощью щелочи мы останавливаем любой хронический воспалительный процесс. Поэтому мы применяем щелочные свечи. К ним относятся свечи амарантовые, к ним относятся свечи чесночные. Вот так вот и рекомендуется в такой последовательности применять. При болях в желудочно-кишечном тракте, при болях в мочеполовых органах, при болях, которые у нас идут при варикозном расширении вен, при болях, которые идут при заболевании суставов ног. Эту последовательность. Затем мы приходим с вами далее к свечам, которые непосредственно щелочные. И опять они у нас работают по восстановлению структуры ткани. Эта свеча называется бальзамическая, которая у нас повторяет структуру виватона. Свеча бобровая струя. Свеча, которая позволяет отрегулировать кислотно-щелочное равновесие, а вместе с кислотно-щелочным равновесием у нас регулируется и гормональный баланс как у мужчин, так и у женщин. Потому что как у мужчин, так и у женщин есть цикловое течение в организме гормонов щелочных и гормонов кислых. Как только мы входим в стресс, а стрессовый гормон самый кислый, адреналин, у нас послестрессовое состояние это всегда где-то возникновение боли. Ну, например, физический стресс вы сделали. Вы сделали тренировку слишком интенсивную. Пропустили месяц, затем пришли на тренировку, нагрузили себя, выходите с тренажерного зала, у вас болят ноги, икроножные мышцы, у вас болят тазобедренные суставы, поясница. Для того, чтобы предупредить эту боль, вы должны лечь в ванну, которую с теплой водой или горячей водой, насколько вы терпите, в которой растворена либо сода, либо вот этот виватон, да, либо соль. Это щелочь, которая позволит на поверхность всего тела создать условия устранения кислоты. Если мы не уберем эту кислоту после тренировки, у нас начнутся дегенеративно-дистрофические изменения структур ткани. К сожалению, спортсмены не соблюдают эту тему, а настоящие спортсмены знают, что нужно сходить на массаж после тренировки, что нужно обязательно принять душ, что нужно принять ванну, в которой у нас имеются щелочные основания. И вот самым показательным по щелочности у нас является антисептик-стимулятор дорогого, которую считали во все века самым главным лекарством от боли. Это органическая щелочь. Если мы говорим, что виватон – это растительная щелочь, то АСД – это органическая щелочь, это кости. Это то же самое, что у нас в хозяйственном мыло. Это все щелочь, которая позволяет убрать боль, сигнализирующую нам о закислении, и не нарушить структуры нашего тела. Никакую боль терпеть нельзя. В норме наши органы и ткани должны быть мягкими, безболезненными. Так написано в любом медицинском учебнике. Живот в норме мягкий, безболезненный. Так как все ребята, которые имеют проблемы в теле, мы с вами сказали, имеют проблемный живот, и эти боли обязательно выявятся, даже если вы чуть-чуть пальчиком себя потрогаете, найдете боль, мы говорим, что у нас идут дегенеративно-дистрофические нарушения в области внутренних органов нашего организма. Никаких болей не нужно в организме допускать. Убрать вы можете сейчас, выпив таблетку, но затем вы должны продолжить работу по причине возникновения этой боли. Удачи вам! И никогда не иметь никаких болей в своем организме. Это я как доктор вам говорю, что мои пациенты все за месяц максимум убирают головные боли, боли в суставах, применяя различные методики, с которыми мы знакомимся на наших семинарах, в том числе и на ближайшем семинаре, который у нас будет в октябре. Это семинар по желудочно-кишечному тракту. До встречи!